Всем привет! Я понимаю, вы в шоке. Я не такая, как все остальные люди. Как вы поняли, уже все снимают летом, да, на природе. А мне захотелось осенью. Меня как-то очень вдохновила осень, пожелтевшая листва, и мне захотелось снять видео именно в лесу. Поэтому-то мы здесь. Я не знаю, будет меня слышно хорошо или нет. Надеюсь, что будет слышно. Почему мы собрались сегодня здесь? Это потому, что я хочу вам рассказать и показать свои покупки от Lush и The Body Shop. Давайте начнем, наверное, с Lush. Я Lush вообще никогда не покупала, ничего у меня от них не было, ничем я не пользовалась. И очень наслышана была про их знаменитые средства для очищения лица под названием «Ангел» и «Аквамарина». Ну и продолжим. У меня села камера, и опять снимаю на влоговую. Она у меня спасительница. В общем, так как мне нужно было очищающее средство, которое не будет пересушивать кожу, я решила не брать средство «Аквамарина», так как по отзывам услышала, что оно может подсушивать кожу. Все-таки больше всего мне приглянуло средство от Lush под названием «Ангел». Я о нем тоже много слышала, много читала. И честно вам сказать, я просто в восторге, мне оно нравится. Хорошо очищает кожу, не пересушивает ее, а наоборот даже увлажняет или подпитывает. Кожа очень гладкая, мягкая и как-то увлажненная, что ли. Я даже не знаю, как это передать. В общем, это средство супер. Также мне еще дали пробник какого-то питательного крема. Я его еще не пробовала, так как он питательный, и его либо на ночь нужно, либо в зимнее время тестировать. Поэтому пока еще не пробовала. Когда протестирую, где-нибудь во влоге вам расскажу. Ну и от The Body Shop я приобрела две вот такие вот туалетные водички. У меня одна с манго и вторая с кокосом. Они по 30 мл и у них запахи просто бомбезные. Кокос это реально вот именно кокос. И он такой немножко даже пряный какой-то. И мне им очень нравится вот в осеннее какое-то, даже зимнее время пользоваться, потому что он пряный. А все, что связано с пряностями, мне очень нравится в холодное время. Манго же это такая вот сладкая, легкая, какая-то летняя даже водичка. Оставлю ее на лето, буду пользоваться летом. Очень хотелось попробовать такие водички у The Body Shop, потому что многие их хвалят. Вот попробовала, мне понравилось действительно. И очень даже в принципе, я считаю, бюджетно. Кокос по стойкости лучше, чем манго. И поэтому он мне больше и нравится в принципе. Так, ну и для лица я, конечно же, приобрела, не могла не приобрести просто вот такую вот умывалку. Это средство для умывания с витамином Е. Здесь 100 мл и я наслышана об этом средстве, что оно очень хорошо снимает косметику, смывает вернее. И оно не пересушивает кожу, оно наоборот как-то увлажняет ее. Действительно это так. У меня сначала было такое ощущение, что я чем-то силиконистым вымыла свое лицо, что оно очень гладкое и очень шелковистое стало. Суперская вещь, пользуюсь с удовольствием. Очень хорошо подойдет на холодное время года, потому что не пересушивает абсолютно кожу. Снимает очень хорошо косметику, поэтому могу советовать на все 100. И также приобрела еще спонж для лица, опять. Но, честно вам скажу, сейчас он как-то жестковат будет. Мне я его оставлю, наверное, на весенний-летний период. Но очень суперски очищает кожу лица, поэтому я его, в принципе, всегда и приобретаю. И очень довольно-таки бюджетно стоит. А сейчас буду пользоваться чем-нибудь другим. Например, такие спонжи, как от коньяку, они очень хорошо сейчас подойдут. Ну и в подарок мне преподнесли вот такой вот аромат. Это Red Mask, в общем, который вот в красно-черном оформлении. Честно вам сказать, этот аромат меня просто не покорил, а он меня удивил. До этого у меня ничего такого не было. Он и мужской, и в то же время женский, и какие-то имеет такие нотки, которые мне совсем не ясны, непонятны. Но он очень стойкий. Девочки, если вы любите такие тяжелые ароматы, которые унисекс, я считаю, что этот аромат унисекс, то вам он понравится. Хотя бы просто протестируйте его, я думаю, вы останетесь довольны. Но, честно, это не мой аромат. Я, конечно, буду еще пробовать его в зимнее время, потому что в теплое время мне не очень понравился этот запах. Он очень ядреный, очень сильный. Но вот в зимний период я попробую, может быть, даже понравится. Вот, в принципе, и все, что я вам хотела показать, о чем хотела рассказать. Надеюсь, вам такая обстановка понравилась, ничего вам не мешало. Я надеюсь, звуки посторонние тоже вам не мешали. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.